Это четвёртая серия прохождения Обливина Лост Ремейка. В прошлой серии мы нашли несколько документов и доставили их жабе, а также выкрали документы с блокпоста военных на кордоне. Теперь же мой путь лежит в бар, и сегодня мне предстоит помочь тамошним сталкерам с кровососами, которые постоянно нападают на бар. Не забывайте поддерживать прохождение лайком и подпиской, ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Собирался я уже покидать деревню новичков, как вдруг я у одного из сталкеров заметил один интересный диалог. Также я сейчас за кадром перед записью выкупил всю еду в деревню, которую смог, там у сталкеров, у торговца, поэтому с едой проблем пока что не должно быть, вот с этим сталкером. Гришко Нарцисс, здорово. Хаюшки, за что пить будем? А мы собирались пить? Эээ, нет, ну ты не стесняйся, угощаю. Так за что выпьем? Чтобы у водки исчез её единственный недостаток. Её недостаток, хе-хе. Это ты хорошо сказанул, ну накатили. Эээ, хорошо пошла, а вот смотри, знаешь что у тебя о бандитах? А то мне один сталкер про мэнов таких каких-то тёмных рассказывал. Так я ему не поверил, а проверять, знаешь ли, не тянет. Ну и нашёл, блин, кого спрашивать. Думаешь, мне хотелось проверять, да? Не, я тебя понимаю, знакомый говорил, что они вообще козлы, да и не люди вовсе. На свалке обосновались они, так что смотри там, аккуратнее. Ладно, разберёмся, за водочку спасибо, но мне надо идти далее, удачи. Можно снова выпить, лоу. Бесплатная водка у пацана, круто. Тут периодически какие-то собаки на деревню налетают, но новички вроде отбиваются, поэтому, ну, всё. Наша задача сейчас просто идти в бар. Больше никаких других заданий у меня нет. У меня также есть задание найти 7 частей документов, но следующая часть документов будет находиться на армейских складах. Или же тихих холмах, как тут они называются. Поэтому увидимся, я думаю, уже в баре. Я слышу какую-то стрельбу и хочу прийти и вломить тем, кто там стреляется, если это враги. Но там я, смотри, вижу уже несколько трупов и... Ага, это кто-то зомби стреляет. Это, наверное, либо военные, либо бандиты. Тут, конечно, одно из двух. А чего у нас тут? У нас тут переход в тёмную долину. Скорее всего, это бандиты. Опа. Ну, давай, давай. Порви меня, удачьте. Так, с бандитом разобрались. Остались зомби. Ну, зомби не проблема с таким-то дробовиком, как у меня. Так, антирады пособираем. Патрики. Опа, смотрите, что нашёл. Артефакт случайно нашёл. Электрический шар. Здоровье минус 1740% и энергия плюс 55. Я уже, по-моему, где-то видел такой артефакт. Он на стеклянный бублик, кстати, похож, или мне кажется? Я, по-моему, такой приносил жабе, разве нет? Ещё по первому квесту. Ну, прикольно, слушай. Просто вот окольными путями решил пойти и случайно вот увидел свечение под бетонной плитой. Я сначала подумал, может, не показалось, но решил на всякий случай проверить. Но на свалке я заметил очень много мултантов. Зомби вон бродят. Но я стараюсь их как-то игнорить. Так, вот мы и на локации. Как нам и говорили, вот он, завод Росток. Тут даже есть переход в него, да? Вот он. А это куда? Это Новый Зориентарь. Ну и вот он, собственно, городок. Это и есть территория бара, территория базы долга и так далее и тому подобное. Пацанчик перебрал, кажись. Эй, братан, остановись. Не, ну ты посмотри только. Пацаны продуктовый магаз охраняют. Чё ты? Проваливай отсюда, сталкер. Почему? Ты что, не понял? Да спокойно ты, что у вас тут происходит? Последнее предупреждение тебе, сталкер. Да пошёл ты. Сидите, ну сидите, сидите. Согласен. Ей, парень, подойди-ка, дело есть. Ты что ли? Да, приятель, не видел я тебя раньше в наших краях. Со свалки, небось, пришёл? Ха, да конечно со свалки, что за вопрос. Деньжатами разжиться не хочешь? Деньги всегда нужны. Я в рейд на медприбор собрался. Да не один, а с напарником. Один новичок согласился так рюкзак потаскать за меня, волыны помахать. Ну ты понял. Ну значит я его отправил вон в тот дом напротив меня отдохнуть перед дорогой на ночь. Я значит сам вот только проснулся, а он мне отвечает. Странное дело. Пойдём, может проверим? Мало ли что случилось. Я тебя чуть отсыплю кровных, не переживай. Ну пошли сходим. А блин, я нажал сейчас не могу, вот это я дурак. Нет, давай, давай, пошли сходим. На самом деле это одновременно интересное и странное задание. Ну ладно, посмотрим, что там. Так, давай, залетаем, я за тобой. Так, и что? Ага, вот сюда. Пацанчик. Бляха, ты что? Охереть, это реально было стрёмно. Я думал там, ну не знаю, повешивался, ещё что-нибудь сейчас какая-нибудь крепота будет, а тут сосыч тупо. Охренеть. Да, пацана жалко. Ну пресс-ф, Димка гибрид. Ну это твой приятель? Да, но елки-палки, походу рейд откладывается на неопределённый срок. Видим, этот гад с Ростока вылез. Там у них целое логово, и никто туда не суётся. Они уже сюда лезут, что ли. Ну и что думаешь делать дальше? Не знаю даже, сталкер. Попробую найти кого-то, согласно выйти в рейд. Хотя, наверное, тут буду, или в баре. Знаешь, ты пока поди по свои дела, а потом как-нибудь зайди ко мне. Может, будет что для тебя. Продолжай. Всё, отдам, дружище. Только верни ружьё, молю тебя. И поосторожнее там, твари эти очень злобные, как и зомби. Хорошо, попробую. Я тебя не обману. Понял. У Жорика средств в кабинет был даже. Ухаля. Учёный, кого там черти несут. Зябликов Ин. Здравбуди, что за костюм на тебе? Научный? Да, специальный, герметичный. От любой химии защитит. Хочешь такой же? На одну услугу. На заводе у меня в своё время брат работал. Ваня. Точнее, Иван Иванович. Я в своё время с ним крепко-крепко поругался. По совсем пустяковому поводу. Психанул. Уехал надолго. Когда вернулся, узнал, что с завода всех эвакуировали. Но Ваня не вернулся. Администрация как-то пыталась отговориться, мол, что он или сбежал, или на производстве погиб. Врали с три короба, в общем. Семья все нервы выжгла. Позже мне приходило письмо от НИИ. Приглашение на участие в экспедиции в зоне. Точнее, в её охране. Я думал отказаться, но мне шепнули, что завод тот тоже в зоне. Да и терять мне уже особо было нечего. Короче говоря, за то, что ты отправляешься на Росток и отыскиваешь документы, в которых можешь что-то говорить о брате или его самого, и личные вещи, я тебе даю костюм. Идёт? Хм, так и быть, идёт. О, слушай, хороший квест, кстати. Научный костюм получить, это круто. Тут, смотри, очень много всяких там водочек, хлебушка. Ёпта, а пацану уже плохо, смотри. Могу с тобой поговорить? Нет, не могу. Давай пока что не будем ни с кем говорить, кроме Бармана. Сейчас с Барменом поговорим, а потом уже полностью изучим бар. Да, музыка вот эта дурацкая. Множество диалогов у него есть. Я застал выброс, на ней имеет прибор. Ты можешь сказать, когда будет следующая волна? Да, тебе повезло, выброс был поверхностный. Поверхностный? Да, бывают такие, причём довольно редко. Последний раз помню, такой был, когда одна из групп ветеранов прорвалась к центру. Когда следующий выброс, сказать пока не могу, оборудование барахлит. Пока его не починят, данных не будет. Я тут одни любопытные документы нашёл. Говорил с жабой, он сказал, что надо к тебе обратиться. Так, что тут у нас? Ого, эта информация имеет большую ценность. Информация про РВИ военных станций. Оставь их у меня. Я покажу их своему информатору, он скажет, что можно с ними сделать. Держи, 500 рублей дал. Ты бармен? Я от жабы, вот документы, которые он передал. Ну, здорово, мейстер. Ну, слушай, кто тут в зоне до нас дошёл. Мол, какой-то сталкер с грузовика смерти гнёзда вояка расположил. Так вот он ты, уже тут. Это бар сталкер, так сказать, переволочная база. Давай глянем, что ты нам принёс. Ну, что там? Так, какие-то расчёты, карты, установки. Тут говорится о некой лаборатории, что находится под тёмной долиной. Там проводились какие-то исследования. Слушай, думаю, нужно найти это место и разыскать ещё документы. Того, что ты застал, явно мало. Предлагаешь спуститься в лабораторию? Да, иного варианта нет. В документах прямо указана лаборатория под долиной. Тогда я отправляюсь туда. Да, мейстер, эта долина то ещё место. Сталкеры туда почти не ходят. Советую закупиться у меня боеприпасами. Мало ли, что тебя там ждёт. Путь в долину находится на свалке, в восточной стороне. Есть две тропы туда. Удачи тебе. Да, кстати, тут группа ветеранов собралась возле двора слева. Подойди к ним, может у них есть что для тебя, понял? Работы нет никакой? Есть, тут в баре за заводом площадка есть. Там КамАЗ стоит один любопытный. Нужно бы его привезти сюда. Да никто не хочет за дело браться. Всё же Росток там совсем рядом. А место так себе, не из приятных. Я могу сделать это. А я смотрю, ты парень лихой. Ну давай, возле площадки он стоит там. Пригоняй его сюда, к бару. Об оплате не беспокойся, хорошо. Интересный квест, работа есть? Так, уничтожи стоянку кровососов. Найти модифицированный винторез. Натерть факер же. Ну я вот на кровососа взял бы задание, на самом деле. Давай. Что за тип в плаще в углу помещения? Так это ж осведомитель, а что? Стремный он какой-то. Ну а уж то что, а знает-то много. Поговори с ним. Возможно, можешь узнать кучу интересного. Спасибо за совет. Да, у бармена тут, конечно, ассортимент хороший. СВУшка. Вот, держи тозик, мне он не нужен. Ну и, наверное, электрический шар можно ему продать за 450. А я взамен взял бы у тебя еды немножечко. Ну как немножечко, на 700 рублей. Да, в принципе, сегодня больше ничего не надо от него. Поговори с барменом. Тебе сюда нельзя. Понял, понял. А что у вас тут происходит? Долговец, Свободовец, Сталкер. Ясно. Ну ладно, я не буду спрашивать. Сталкер группировки Долг. С моделью Петренко, наверное. Наша цель это уничтожение мутантов. Особенно зомби. Можешь вступить в наши ряды, если только докажешь свою преданность клану. Понимаю. Понимаю, как говорится. У него есть, кстати, задание. Смотри, найти ЛР-300 для Долговца, найти артефактор Тутный шар, Меркурий. Я стараюсь поискать ЛР, но возьму это задание только тогда, когда у меня уже будет сама ЛР-ка, собственно. Так, тут пацанам, смотри, уже плохо сидит тут что-то. Это тоже. Ты что скажешь? Неизвестный ветеран. Можешь рассказать, что они полезны для новичка? Если еще не было долго, то советую сходить к ним. Денег можно заработать, себе показать. Ребята, они жесткие, но справедливые. Много благих дел сделали. Посмотрите, где у Сведомитель сидит. Просто в каких-то занавесах, не знаю, в углу такой. Хоп, сел. Подходи, подходи. Можно купить инфу. Также можно взять задание. Убить диггера. Что за диггер? На свалке, да? Или где? А, на хуторе каком-то ошивается. Но я тоже могу взять это задание. Можно купить у него инфу про группу Стрелка. Меня интересует некоторая информация. Про грех можно спросить. Но я не буду пока ничего спрашивать. Работа еще есть какая? Найти прототип АК-74. Угу, нет, спасибо, не хочу. Здорово. Ты кто такой? Данила Грузчик. Чего тебе? Что слышно? Время от времени возвращаются пропавшие сталкеры. Жутко, я тебе скажу, зрелище. Мычат что-то. Из-за отсутствующего оружия тянутся. Как-то притащился один такой к заставе долга. Куча-то народу тогда собралось посмотреть. Страшный, глаза красные. Весь в кровоподтеках. Сказать ничего не может. Только мычит и кругами ходит. Долг его к себе забрал. Только и сдох он через пару дней. Что-то происходит в зоне с людьми. Только вот что? Хотелось бы знать. Понятно. О-о-о! Фримен, это ты? Гордон Фримен. О-о-о, пацану плохо. Говорить я с ним не могу. Валера Коньяк. Что надо? Да так, мимо прохожу. А это что за товарищ тут стоит? Выглядит он хреново. Да это новички со свалки пришли. Недавно в зоне совсем к градусу местного спиртного не привыкли еще. Ну понятно. А-а, ржака. Я уже взял все задания в паре, получается, которые мог. Так, он мне сказал, что тут еще в каком-то дворе слева группа мастеров-ветеранов собралась. Что-то, я не знаю, найти бы еще этот двор. К долгов сам так же не мешало бы заглянуть, да? Спросить, что-то как, задания какие-то получить. А, ну вот, мне дали наводку на базу долга. Хорошо, сходим. Надо было еще комбез Заря, кстати, продать. А комбезик-то, кстати, этот Заря сейчас получше будет, чем мой комбез наемников, да? Потому что я комбез наемников потрепал. Но он лучше по многим характеристикам. Буквально там на пару процентов. Но при этом проигрывает, например, в разрыве. Ну не знаю, пока что, короче, в костюме наемника еще похожу. А там посмотрим. Так, что это за перец тут? Ух ты! Перец-то заперся. Ну-ка, пацаны, кот мне. А, нет, мне нужен кот. Он и так тут сидит, антират, ту истырю. Неизвестный мастер. Кто ты? И прилег. Нормально. Что? Ты еще кто? Слушай, устал я. Не до разговоров мне сейчас. Из рейда вернулся. Подойди попозже. Потолкуем. Пусть будет так. Ага. Ну ладно. Ну выглядит реально солидно. Ничего, конечно, тут не скажешь. А что это за дверь у тебя такая интересная? Ну-ка, реально, чуваки, кто знает. Когда я получу кот от этой двери. А если не получу, то тогда просто скажите кот. Так, ну вот она база долга. И я, конечно, ну, не осуждайте меня сейчас в хейте долга и так далее. Но я думаю, что это не совпадение. То, что база долга располагается в здании, где написано овощи. Не, ну, я опять же, не хочу, не хочу никого ни на что подстрекать. Но, по-моему, нам дается явный намек. Сталкер, ты находишься на территории группировки долг. Не вздумай стрелять здесь. Ты кто такой? Со сводеха? Ёпта. Сталкер группировки долг, тупо. И что, так все зовутся, что ли? Сталкер группировки долг? Да, лол. Никаких кличек. Новички какие-то. Вы что сюда пришли, вступать, что ли? ПДАшники? Ммм, антирады. Генерал долга. Здравствуй, сталкер. Ты здесь новый? Да, я недавно прибыл с кордона. Послушай, у меня нет сейчас времени на разговоры. Подходи позже, или я тебя сам вызову. Мне нужна работа. Сейчас нет заданий. Ну, ладно. Ну, что-то скучновато. Какая-то база долга. Вообще, не с кем даже поболтать. Но у них тут есть подвальчик какой-то интересный. А, вот, смотри, какой-то... НИХЕРА СЕ! Братан, ты бы аккуратно... Ты бы аккуратно размахивал своей вот этой елдой. Торговец долго. Работа есть? Ага, кольт, ESP, дивил, нифига себе. А у них, кстати, слушай, годный товар продается, да? Гроза. ВСК-94, я бы ВСК себе купил. РПК. РПК мне, кстати, говорили, то, что я просрал... Он говорит, подходи, Колли пришел, или подходи, Хули пришел. Вот мне интересно. Мне говорили, то, что я РПК, она не имеет прибор и просрал. Но у меня как-то помедяно, на самом деле. Так, что у нас сейчас по заданиям? Пригнать, значит, грузовик нужно. Кровосос вот есть. Ну, не грузовик, а КАМАЗ. Ну, в принципе, понятно. Я думаю, сегодня мы не пойдем по основному сюжету, там, в темную долину и так далее. Побегаем, вот тут задание повыполняем. Сгоняем на Росток, сгоняем логово кровососов уничтожить и так далее и тому подобное. Кстати говоря, знаете, я все еще не нашел эту группу ветеранов, поэтому надо бы это исправить сейчас. Вот куда пацанчик стоит. Да, это, наверное, и есть группа. Привет, что вы за группа? Привет, сталкер, послушай. Сталкер-одиночки бесследно пропадает внутри завода Росток. Территория завода давно заброшена. Ветераны обходят Росток стороной. Растет дурная слава этого места. Неделю назад внутри пропала группа из трех сталкеров-ветеранов. После этого несколько сталкеров заметили странное существо возле одного из входов на завод. Продолжай. Мой группа, которая уже давно хочет пробраться внутрь и разузнать, что там происходит. Зачем вам это? Бармен заинтересован в этом. По слухам, на территории завода есть много интересного. Я могу вам помочь? Ну, в принципе, да. Тебе нужно пробраться к Ростоку и изучить, что там происходит. Нихера себе, то есть все за вас сделать. Но только не на саму территорию завода, а на площадку за ней, здесь, в баре. Понял. Кстати говоря, пойдем у бармена кое-что спросим. Я хотел бы приобрести автомобиль. Это можно. Есть на выбор несколько тачек. Запорожец 1000 рублей. Старенький, но вроде ездит. Тут в гараже, на баре. Москвич 2000 рублей. Сталкеры с Припяти пригнали как-то. Почти новый. На янтаре в автомобильном ангаре стоит КамАЗ. 8000 рублей для больших перевозок. Машина серьезная, с хорошей проходимостью. Тут в баре Лада 5000 рублей. Шестерка по трассе за 130 выжимает. Но по бездорожью особо не проедешь. Что же тут в баре в одном из гаражей? И БТР 15000. Нихера себе расценочки. Слушай, знаешь, вот продам Зарю и куплю автомобиль. Запорожец. Все, купил Запорожец. В гараже здесь где-то, да? Ну давай посмотрим. А, вот она. Машина моей мечты. Зацените, что я купил. Да я крутой. Открыть дверь. А, на Т. Нихера себе. Ля, как-то странно открылось войти. Закрыть дверь можно? Блин, закрой. Управление ВСД. Переключение передач. Л-шифт, альтуршный тормоз, спейс. Понял. А как завести? А как какать? Алло. Врунь, врунь, мазафака. А, вот. Так. О, подожди. Давай выйдем. Офним фонарь, потому что я сижу в салоне. И еще своим фонарем свечу. Это так всрато. Ля, слушай, а управление-то в билдах на машине. Смотрите, руки прям ух. Так, куда едем? Ну, едем-едем в соседнее село на дискотеку, я бы хотел сказать. Ой, мля. Уже застрял, да? Так, давай аккуратненько выезжаем отсюда. Ух, бляха. На дорогу давай, заезжай. Не смог. К сожалению. А как мне на дорогу заехать? Тут бордюры странные. Наверное, надо разогнаться. Давай, поехали. Бабах. Отлично. Так, все, мы выехали на трассу. Правда, я думаю, нам нужно развернуться тут как-то. Ой, заглох. А, вот, кстати, на К надо заводить, а не на Л. Я тупой. На Л у нас фары. Так, я боюсь очень сохраняться в машине, поэтому давай выйдем. Сохранимся. Зайдем. Закроем дверь. Ну, справа мне дверь не нужна, как бы, да? Так, пацаны, выезжаем. Потихонечку разгоняемся. До 48 километров в час уже разогнался. Это ее, кстати, максимум. Но мне, в принципе, для путешествия по зоне этого вполне хватит. Тут все локации заточены под автомобиль. То есть тут спокойно можно ездить. Там на машинках, видите, вот дорога. Все очень удобненько. Поедем сначала, посмотрим, что там за логово кровососов. За заводом получается, да? То есть вот таким вот образом ехать. Бляха, ты аккуратней. Площадка за заводом. Ага, понял. Ну, давай, давай, сейчас сходим. Съездим точнее. Ля, прикинь, по зоне на тачке ездить. Это же такая роскошь. Вот жалко, нет еще ни одного мода, где NPC тоже бы на тачках ездили. Ну, это я уж, по-моему, вообще охерял, да? Ну, наверное, чисто теоретически такое возможно сделать. Но, наверное, очень сложно. Что могу сказать? Я доездился. Классно поездил. Я почти доехал, совсем чуть-чуть осталось. Блин, топливо-то у меня кончается, смотрите, пишет топливо 4. А где топливо взять, пацаны? Кто знает? Ну-ка, черканите в комментариях. Я просто не знаю, где топливо взять. Так, останавливайся, мы приехали. Бляха. Машину мою только не трогайте, пожалуйста. Я ее только купил. Охереть, как я еще выжил? Я не знаю. Так, мой запорожец на месте? На месте. Капец там лютых похитителей на свая. Но ничего, у меня самый имбовый дробовик в игре, поэтому мне они не страшны. Ему они лютые. Писос. Их не берет отбойник. Ну, наверное, берет, но что-то слабовато как-то берет. Э, э, мою машину-то не трогайте, алло. Что она вам сделала? Вы сражаетесь со мной, а не с моей машиной. Вот тут их вот, кстати, было бы легко убить, наверное, да? Вот так вот. У, зомби. А что, где эти твари? Вас трое! Да иди нахер, капец. Мне надо, кстати, срочно поставить аптечки на кнопки. Ну, вас же трое. Да хз, вроде никого больше нет. Ладно. Так, давайте исследовать, что у нас тут да как. Тут на зомби гуляют. Они, в принципе, не страшны, но на всякий случай, конечно, лучше от них избавиться. Нормально. Отбойник, кстати, потихонечку теряет свою прочность. Это плохо. А чиниться, насколько я знаю, нельзя. Или можно. Мне так никто и не написал, кстати, однозначно. Так, аптечку нашел здесь. Ёпта, здорово. Нихера себе крыски, а вы не охренели ли? По-моему, все-таки охренели. Я могу, кстати, подобрать их. Крыса. А, один рубль стоит. И два с половиной килограмма весит. Да пошла ты. О, гравитационный артефакт нашел. Круто. Давай на пояс. 88 килограмм уже могу таскать. Вот это я крутой. Да, пустовато в домах. Грустненько. Ладно, добрался уже наконец до трупов. Давай смотреть, что тут за трупы. Богдан Басурман. Нормально. Это кто? Яшка Шатун. У него есть БМ-16. Можно на продажу бармену пихнуть. Да, кстати, можно все стволы пособирать и на продажу бармену пихнуть. Мне деньги сейчас очень нужны. Да, помянем. Так, а чего мне найти фамильное ружье? А это где, кстати? А, ну это уже, наверное, на самом заводе Росток. Грузовую машину нужно еще найти за заводом. То есть, где-то здесь это, наверное, надо искать. Так, стая кровососов я сделал. Задание изучить подход к заводу. Какой нахер подход? Что изучить? Какой подход? Непонятно. Ну, либо я тут еще не все нашел. Либо подход к заводу имеется в виду. Ну, вот здесь что-то изучить. У меня ХЗ. Вроде все, что можно было забрать отсюда я забрал. Ну, что тут? О! Все. Поговорить с... Бляха! Да пошел ты! Нахер! Офигеть, а куда оно ведет, если вот так вот пройтись? Перейти на другую локацию? Да, не, чуваки, мне стрёмно. Давайте не будем. Да, бляха! Отстань. Давайте мы это оставим на потом. Потом посмотрим, куда ведет этот переход. Так, Запорожец мне придется пока что здесь оставить. А сейчас я пойду в чистое поле вот этого, да, и искать там вот этот КАМАЗ, который там есть. О котором мне бармен рассказал. А, вот это что ли? Подожди. Его надо пригнать? Да, его. Нормально, он тут рядом. Потом я за Запорожецем вернусь, но уже с топливом, потому что топлива у меня сейчас нету. Так, давай, садимся. Да, давай, открывай, дурак. Не, ну, круто, круто. Блин, давай. Нет, выйди, выйди, выйди. Фонарь офнем, а то опять всрата. Нет, давай, сохранимся. Вот теперь войдем, закроем дверь. Фары включим. Ух, поехали. Жми, ёкарный бабай. Так, аккуратненько. Поворот. Слушай, на КАМАЗе намного приятнее ездить, конечно, чем на Запорожецем. Сравниваю даже жопу с пальцем. Но реально, на КАМАЗе как-то поприкольнее. Конечно, по скорости он не очень отличается от того Запорожеца, что у меня был. Буквально на десяточку километров в час едет больше. Но все равно, ну, как-то он более такой, знаете, на нем более уверенно себя чувствуешь. Спокойно рулишь. Не боишься врезаться, перевернуться и так далее и тому подобное. Ну, круто, круто. Так, куда он сказал пригнать? К бару надо, да? Ну, я, наверное, вот так вот проеду. О, сосыч! На нахер! Ты серьезно меня перевернул? Переверни обратно, пожалуйста. Опа, смотри, сосыч, сосыч. Здорово. А если задавить? Ах ты! Ты! Шаболда! Поел дерьма. Так, ну мне нужно сюда свернуть. Давай аккуратненько. А тут немножечко не вписался. О, мессер, в бардачке машины лежит путевой журнал. Водитель занимался перевозкой оборудования и персонала для одной из лабораторий. В другую есть накладные и список оборудований. Однажды подобрал раненого возле лагеря военных стал игроков, отвез к ученым. Ого, интересно. Так, открывай. Ну все, бармен, с тебя прочитается. Все. В целости и сохранности. Доставил. Так, сейчас сразу несколько квестов сдадим. Я по поводу задания. Убить диггера. А, нет, ничего, в другой раз. Подожди, а кому я там что должен был сдать? Поговорить с ветераном и вернуться за наградой. Ты у кого брал квест? А, ну, барвена получается. Я по поводу задания. 800 рублей. Спасибо. Камаз тут, у бара. Молодец, держи свое. Ничего не было подозрительного? Может, какой груз или еще что? Вроде нет. Разве что кровосос, может, с растока. Ну ладно, машину на стоянку отвезем. Спасибо за помощь. 500 рублей. На, вот тебе еще. 600 рублей. Ля. По билдовским меркам это очень неплохие деньги. Я такими темпами очень... Ну смотри, калаш тут стоит 30 рублей, лол. Я такими темпами могу очень быстро накопить на какую-нибудь там грозу у долговцев. Так, ну мне, в принципе, отсюда ничего не надо. Работа еще есть какая? Ну что ж, стоянку кабанов. Ну давай, слушай, стоянку кабанов я бы тоже уничтожил. Опять же, деньги нужны. Они тут, если что, рядом. Так, а где топливо купить? Я вот что-то не понял до сих пор. Ладно, надеюсь на ваши подсказки в комментариях. Пацан, тебе норм? Так, пойдем теперь к этим ветеринарам. Привет, вернулся я. Привет, сталкер. Ну как обстановка там? То место населяет пару зомби и крысы. Вроде все спокойно. Отлично. Но когда я подходил к выходу на Росток, появился кровосос. Похоже, он следил за мной. Ясно. Но если так, я думаю, мы сможем пробиться к заводу. Каков план действий? Нам нужно подготовиться. Так, сейчас мы ждем необходимое снаряжение. Как мы будем готовы, я сообщу тебе. После выдвигаемся к площадке. Окей. Значит, на завод Росток я пойду не один, понял. Давай сначала с кабанами потанцуем. Дробь на пояс и погнали. Ну что, где там эти ваши хваленые кабаны? Сейчас они у меня быстро свое получат. Вон, уже одного вижу. Давай подойдем к нему. Или ты что, тут один, что ли, добыть такого не можешь? Здорово, педик. Все? Нет, не все. Еще где-то есть. Просто они тут разбрелись. Ага, слышу. О-о-о. Все, три кабана. Пф, это было легко. Кстати, я только что получил задание. Пойти с пацанами на изучение Ростка. Давайте сейчас сначала сдам квест на кабанов. А по поводу задания? 400 рублей и консерва. О-о-о, я, кстати, как раз консерву сожрал во время задания. Тупо отбил консерву. Ну что, на изучение Ростка мы пойдем уже в следующей серии. Лаба Х18 пока что подождет. Росток, мне кажется, поинтересней. Там мы встретим, я думаю, Стронглава. Там мы выполним пару заданий. Найдем охончье ружье. Найдем документы или инфу о друге этого ученого. И получим костюмчик. Ну, в общем, да. Должно быть в следующей серии интересно. Поэтому обязательно ставьте лайки, чтобы она быстрее вышла. Подписывайтесь на канал. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании. Также чекайте плейлист, в случае, если вы не смотрели предыдущие серии. И оставляйте несколько комментариев, чтобы пробиться в тренды. Большое еще раз спасибо всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok